Сатерн 1Б, квартальный фильм репорт номер 27, обладает прогрессу в период в январе, феврале, марте 1966. С успешным запуском первого Сатерн 1БС-201, программа Сатерн 1Б перешла от года интенсивных наземных испытаний ракеты-носителя к летным испытаниям. В начале января система аварийного выхода для С-201 была установлена на вершине космического корабля «Аполлон», завершив монтаж космического аппарата на стартовом комплексе 34 «Мисс Кеннеди». Предполетная проверка корабля, начатая в прошлом квартале, продолжалась как и планировалось. Одновременно подрядчики Маршал завершали заключительные этапы квалификационных испытаний летных компонентов. В некоторых случаях Маршал предоставлял отказы от квалификации компонентов для СА-201 на основании предыдущих тщательных испытаний. В начале февраля было проведено несколько технических совещаний для оценки данных различных предстартовых испытаний, включая демонстрационные испытания обратного отсчета космического корабля и испытания готовности к полету. После двух переносов, вызванных неблагоприятной погодой, была начата заключительная подготовка к запуску. Этот заключительный обратный отсчет был прерван двумя пробоинами в ракете-носителе, обе из-за низкого давления в сфере контроля давления газообразного азота. Взлет беспилотного аппарата произошел 26 февраля в 11 часов 12 минут утра по восточному стандартному времени. Этот взлет ознаменовал первое применение новой процедуры летных испытаний для программы Сэттерн, концепции «Все включено», где все ступени и модули первого летательного аппарата являются живыми или функционирующими единицами. Первая ступень производства «Крайслер» и восемь двигателей «Ракет Дайн Эйч Ван» работали хорошо в пределах допусков. Давление контрольной сферы давления газообразного азота во время полета было таким, как планировалось. При Т-Плюс 141 секунде отключились четыре бортовых двигателя, за которыми через шесть секунд последовали подвесные двигатели. В течение нескольких секунд было достигнуто успешное разделение ступеней, и двигатель второй ступени загорелся, как показано камерой, установленной на первой ступени. Нарушения разделения были довольно небольшими, при этом первая ступень была очень стабильной. Общая производительность, построенной Дугласом второй ступени, была превосходной. Это было первое летное испытание ступени и ее двигателя «Джей-2». Двигатель, построенный компанией «Ракет Дайн», является самым мощным двигателем на жидком водороде, который когда-либо производился. Примерно через 20 секунд после горения второй ступени, стартовая спасательная башня 46-килограммового космического корабля «Аполлон» была сброшена за борт. Приборный блок, построенный IBM, работал точно так, как было задумано, командуя полетом корабля через отделение полезной нагрузки. Это также было первое летное испытание приборного блока, который, как и вторая ступень, будет использоваться с ракетой-носителем «Сэттерн-Ви». Через 10 минут после старта двигатель второй ступени завершил свою работу и выключился. В этот момент космический корабль «Аполлон» находился на высоте 160 миль и двигался со скоростью более 15 миль в час. Достигнув апогея примерно в 300 миль, космический корабль был возвращен в атмосферу Земли двигателем служебного модуля, чтобы обеспечить экстремальное испытание теплозащитного экрана командного модуля. Командный модуль был обнаружен в Южной Атлантике силами восстановления Министерства обороны и возвращен для детального изучения. Полный успех С-201 в выполнении своих основных задач, которые включали проверку совместимости космического корабля и ракеты-носителя, а также целостности конструкции ракеты-носителя, обеспечил НАСА возросшую уверенность в достижении своих целей пилотируемого освоения космоса, как и планировалось. С-203, запуск которого сейчас запланирован до С-202, будет нести не космический корабль «Аполлон», а скорее легкий носовой обтекатель. Это позволит С-4Би выйти на орбиту примерно с 10 тоннами жидкого водорода на борту. Во время трехорбитальной миссии будет изучена динамика жидкого водорода в космосе, чтобы получить дополнительные данные о поведении этого топлива в условиях невесомости. Такая информация необходима для совершенствования перезапуска С-4Би на околоземной орбите, необходимого для пилотируемого исследования Луны. Постатическая проверка ракеты-носителя С-203 была завершена на сборочном заводе Маршала в Мишу в начале марта. Подготовка к поэтапной отгрузке идет полным ходом. Отгрузка на мыс запланирована на начало апреля. На западном побережье усилия Дугласа были сосредоточены вокруг второго этапа для СА-203. Из-за нехватки деталей предприемные стрельбы проходили медленно до первой недели февраля. Проверка включения питания на этапе и ручная проверка телевизионной системы LH-2 Experiment была завершена к середине квартала. В конце февраля две приема сдаточной стрельбы были прерваны из-за неисправности в лентах автоматической последовательности стрельбы и небольшого пожара в области топливного насоса двигателя. 26 февраля была успешно завершена вторая приема сдаточная стрельба 289 на истощение шлюза. Отгрузка на мыс запланирована на начало апреля. Тем временем установка компонентов в приборный блок для второго летательного аппарата была завершена 23 февраля, а проверка началась на следующий день. Проверка блока продолжалась в течение всего квартала. Отгрузка в КСК запланирована на следующий квартал. Подготовка к отправке легкого носового обтекателя была завершена в феврале. Носовой обтекатель вылетел из маршала 1 марта и прибыл в КСК 10 дней спустя. После постатической проверки ракета-носитель для третьего летательного аппарата СА-202 была отправлена со сборочного завода Chrysler в Мачу на мыс 7 февраля. Сразу после реконструкции пусковой площадки 34 комплекса, сцена была возведена 4 марта. На объекте Дугласа в САКТА по статической проверке второй ступени была завершена 6 января. Сцена была отправлена из САКТА океанским судном 15 января и выгружена на мысе 29 января. Затем его перевезли в здание вертикальной сборки для осмотра и хранения. Ступень была уложена на бустер 9 марта. В IBM Хансвилл проверка приборного блока была завершена 4 февраля. Установка была доставлена на баржу на мыс, прибыв 21 февраля. После предмонтажных работ она была уложена на вторую ступень 11 марта. Сейчас идет предполетная проверка всей ракеты-носителя. В Центре разработки Marshall Systems в марте была завершена разработка и проверка компьютерных программных лент для автоматической проверки СА-202. В конце марта объект обновлялся до конфигурации СА-203. В маршале ракета-носитель для четвертого летательного аппарата прошла два успешных статических запуска, первый 17 января, второй 21 января. Ракета-носитель была отправлена с маршала 28 января, на 10 дней раньше запланированного срока. Неблагоприятные погодные условия и состояние реки в Каире, штат Иллинойс, помешали дальнейшему безопасному транзиту. Поляк вернулся в МК 9 февраля и загрузил приборный блок для третьего летного аппарата для одновременной отправки по реке в Мишу. Боржа покинула центр 11 февраля и прибыла в МЭФ 16 февраля. Впоследствии сцена была выгружена, затем перемещена на сборочный цех, где постатическая проверка началась 31 марта с опережением графика. Приборный блок был переправлен на баржу Промис для отправки на мыс. Предварительная статическая проверка пятого полетного ускорителя была завершена в начале января. Затем он был подготовлен к отправке, вылетев из Мишу 17 февраля и прибыв в Маршал 26 февраля. Ступень была немедленно установлена на стенде статических испытаний, и Крайслер подготовил ступень к приемочному запуску. Сцена была уволена 23 и 31 марта, как и планировалось. Сцена сейчас готовится к отправке в Мишу. Сборка шестой ступени ракеты-носителя была завершена в этом квартале. Предварительная статическая проверка началась немедленно и должна быть завершена в начале следующего квартала. Сборка первой ступени для седьмого летательного аппарата началась 2 февраля и планируется завершить в следующем квартале. Изготовление восьмого летного ускорителя продолжалось в течение всего квартала и началось изготовление девятого летного ускорителя. Крайслер продолжал квалификационные испытания компонентов агрегатов S-1B в течение всего квартала. На заводе Дугласа в Хантингтон-Бич в начале января были завершены проверка и установка компонентов в Buck LH Tool для второй ступени четвертого летательного аппарата. 10 января сцена была отправлена на борт Ориона с Сил-Бич, прибыв в Сакте 14 января. Он был установлен на тестовом стенде бета-версии 3 по прибытии. После получения осмотра, модификации, установки поздних деталей, предстатические проверки начались 24 января. 18 марта Дуглас успешно запустил сцену с первой попытки. Теперь ожидается, что сцена будет готова к поставке значительно раньше запланированного срока. Заводская проверка S-4B-205, показанная справа, началась в этом квартале в Дугласе. Нехватка запчастей временно задержала завершение проверки до 22 марта. После окончательных проверок он будет отправлен в АКТО в следующем квартале. Изоляция второго этапа шестого летательного аппарата была завершена в январе. Различные горизонтальные установки, очистка бака LH-2, соединение конструкции тяги и передний кормовой юбок, а также установка двигателя также были завершены в этом квартале. Заводская проверка идет полным ходом. Соединение переднего купола LH-2 с баком LH-2 для второй ступени седьмого летательного аппарата было завершено в январе. Затем ступень была подвергнута гидростатическим пневматическим испытаниям, испытаниям на герметичность и окраску в феврале. Монтаж установки сцены был завершен 10 марта. В настоящее время на сцене устанавливаются компоненты. Бак Локс и передний купол LH-2 для второй ступени восьмой ракеты-носителя были отправлены с завода ДЭК в Санта-Монике, в Хантингтон-Бич в начале этого квартала. Сборка ступени продвигалась на Хантингтон-Бич в течение всего квартала. Гидростатические испытания резервуаров планируется начать в следующем квартале. Началось изготовление ступеней для девятой и десятой ракет-носителей. В этот период Дуглас продолжил квалификационные испытания S4B. Испытания испытательного образца общей переборки S4B в криогенных условиях, начатые в прошлом квартале, были завершены в начале января. Хотя образец вышел из строя на последних этапах испытаний, данные из этой программы испытаний указывали на отсутствие проблем на этапах полета. Другие квалификационные испытания включали вибрацию, тепловой удар и функциональное тестирование основного канала подачи топлива S4B на заводе Дугласа в Санта-Монике. А также тестирование узла канала окислителя S4B в лаборатории Уайли, Эль-Сегунда, Калифорния. В Маршалл структурные испытания второго блока приборов для структурных испытаний, начатые 30 декабря, были завершены в этом квартале. После серии успешных испытаний блок вышел из строя 2 февраля. Позже ИУ был разбит на секции для постестового обследования. Оценка всех данных испытаний показала, что структура приборного блока полностью подходит для пилотируемых аппаратов Saturn 1B. Установка компонентов в четвертом приборном блоке полета продолжалась в течение всего периода, завершение которого запланировано на следующий квартал. Конструктивные сегменты для следующего приборного блока были получены в этом квартале. Сборка началась 5 марта. Установка компонентов начнется в следующем квартале. На заводе Ракет Дайн в Санто-Сусане в начале января были проведены квалификационные испытания двигателя J2 на срок службы. Двигатель подвергся 7 последовательным 502-м пускам длительностью вытягивания. В парке Каного введено в эксплуатацию новое предприятие, линия по производству чистых помещений для электромонтажа. Она будет использоваться при сборке электрических узлов управления для системы двигателя J2. Поставка электрического наземного вспомогательного оборудования с производственного предприятия General Electric в Дайтоне в КСКА была завершена в конце февраля. Это оборудование было установлено на стартовом комплексе 37B, втором из двух стартовых комплексов Saturn 1B. Проверка этого оборудования идет полным ходом. В течение марта в связи с программой летных испытаний SuperGAPI, на ГУПИ был успешно проведен второй этап наземных испытаний из Хансвилла в Калифорнию. На объекте вспомогательной двигательной установки Marshall'а, модуль EBS, был протестирован 26 января в испытательной камере на высоте, чтобы проверить совместимость модулей установки. Это было первое в серии испытаний на высоте с использованием полной системы. Подводя итог, январь-февраль и март были месяцами заметных достижений и запланированных поставок в рамках программы Saturn 1B, включая упорядоченное наращивание ступеней и оборудование Saturn 1B, поставку наземного вспомогательного оборудования для стартового комплекса 37B, увеличение грузоподъемности грузовых авиаперевозок и впечатляющий и очень удачный полет С-201. Продолжение следует...